всем привет друзья своей программе я уже как-то затрагивал спортивную тематику но разве можно ограничиться какой-то простой подборкой рекомендаций нет 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 по мне может быть и не скажешь но я вообще-то люблю спорт например художественное лежание на диване синхронное поедание стейков в этом я вообще мастер а знали бы вы друзья как я профессионально сплю у меня даже черное одеяло по сну есть может быть даже свое дадзё скоро открою так что вот можно в принципе смело утверждать что я самый настоящий спортсмен и сегодня я расскажу вам подробно о трех шикарнейших спортивных аниме всем анкорд достаточно долгое время самым значимым и качественным баскетбольным сериалом был слэм данк однако все изменилось когда в поле зрения появилась экранизация манги тадотоши фуджимаки баскетбол курока за производство взялась студия продакшн айджи что не в первый раз прикладывает свои руки к спортивному аниме на момент выпуска у студии за плечами был как долгострой принц тенниса так и культовый призрак в доспехах так что популярность сериала была только вопросом времени собственно говоря так и случилось теперь же ни одна подборка спортивного аниме не обходится без баскетбола курока так что же в этом проекте такого давайте разбираться вся история крутится вокруг баскетбольных легенд средней школы тейка их называют поколение чудес игроков всего пятеро но этого хватило сполна чтобы не получить ни одного поражения за все три года обучения ну а после выпуска игроков раскидала по разным школам наша же история начинается в старшей школе саирин сюда поступает талантливый баскетболист кагами тайга он совсем недавно приехал из сша и свято верит что баскетбол японии настолько плох что не в состоянии составить конкуренцию американскому мнение парня меняется когда тот встречает шестого игрока поколения чудес курока тэцую неприметный хилый паренек показывает совершенно неожиданный подход к игре тут-то заносчивый тайга и ощущает всю силу загадочного поколения чудес тайга решает обыграть каждого из этих чудо игроков а курока берется помочь в этом нелегком деле откуда же такой круга вообще нарисовался ведь игроков поколения чудес всего пятеро опять это не шесть ну в общем все просто дело в том что шестой игрок поколения чудес настолько незаметен во время матча что даже при своей физической слабости может играть наравне с элитной пятеркой однако все из-за той же незаметности а его существований мало кто знает студия продакшн айджи вновь показала что отлично разбирается в динамичной анимации сериал выглядит красочно и проработано все визуальные эффекты тщательно перенесены из оригинальной манги матчи наполнены мощными передачами яростными слэм-данками противоборствами и точными трех очковыми однако при всей своей захватывающей эпичности баскетбол курока страдает болезнью всех спортивных сериалов его исход безумно предсказуем очень трудно представить игру где герои нам не собираются сила меня одолевает своего соперника не превозмогает и так далее это пожалуй и самая главная проблема всего сериала однако во всем остальном баскетбол курока образец спортивного аниме и настоящая отрада для глаз любого любителя аниме хай кью по праву можно считать не только самым популярным аниме про волейбол а самым популярным аниме про спорт в принципе только задумайся насколько все гениально и просто взять и назвать аниме про волейбол просто волейбол нарисовать смазливых мальчиков и сделать из наруто спортивное аниме ну если с первыми двумя тезисами все более-менее понятно то третье вызывает вопросы не мудрено ведь спортивный жанр в аниме называется спаконом от японского сокращения слов супоцу спорт и кон джо сила воли можно сказать в нем есть все присущее сериалом для мальчиков это и яркий эмоциональный герой подросток его нелегкий путь достижения цели и верные друзья которые верят в него больше чем твоя училка в тебя ведь характерная черта самых популярных аниме на планете вроде наруто ванпис или драгонбола это путь героя разумеется всегда найдутся и антагонисты которые не дадут так просто нашему юному герою достичь вершины будут подъемы и падения воодушевление и отчаяния все те эмоции и переживания которые мы с вами испытываем буквально каждый день и тут возникает некая эмоциональная связь между зрителем и героем на что-то я заболтался вернемся к ним и в аниме волейбол мы будем следить за судьбой ученика средней школы по имени все хината однажды увидев волейбольный матч по телевизору он невероятно вдохновляется игрой легендарного маленького гиганта прирожденного волейболиста чей рост гораздо ниже установленных мировых стандартов хината и сам не отличается высоким ростом поэтому его так воодушевляет игра этого игрока недолго думая паренек начинает заниматься волейболом только вот местная волейбольная команда оставляет желать лучшего ведь ни для кого не секрет что для победы в командной игре нужна собственно хорошая команда однако хинату это не особо остановило и под закат своей учебы в средней школе он собирает команду чтобы участвовать в соревновании префектуры разумеется их разносят в пух и прах ведь командой соперников руководил талантливый связующий тобио когияма поражение полностью сломила команду но только не хинату он воодушевившись еще больше продолжает свои тренировки после выпуска наш герой поступает в старшую школу карасуна выбрал он ее не случайно ведь местная волейбольная команда славится своей силой каково же было удивление хинаты когда он обнаружил что его заклятый враг из средней школы когияма тоже ученик карасуна но ничего не поделать придется сработаться так и начинается путь двух талантливых волейболистов старшей школе карасуна стоит отдать должное студии продакшен айджи что опять занимается производством популярного спортивного проекта аниме нарисовано красиво красочно и динамично чувствуется как каждое напряжение мускула так и тяжелое эмоциональное напряжение во время матчей ведь в аниме все не так как в жизни тут все успеют и обговорить тактику во время игры и прокрутить в голове все возможные исходы матча ну чем не наруто особо стоит отметить музыкальное сопровождение сериала ведь экранизации удается запомниться не только визуалом но и атмосферным саундтреком так на протяжении всего повествования нас сопровождают инструментальные композиции тут тебе и скрипка и фортепиано и гитара как акустическая так и электронная каждый трек буквально погружает в происходящее и дополняет его гармонично сосуществуя с картинкой и объединяясь в единое целое об аниме волейбол можно говорить еще долго но самое основное уже было сказано это аниме не просто вершина пьедестала спортивного аниме но и мастхэв для любого любителя японской анимации друзья наверное многие из вас спросят анкорд что это за мейджора ты нам впариваешь а я вам отвечу в отличие от двух предыдущих тайтлов эта история пропитана настоящей драмой и непредсказуемыми поворотами что делает ее гораздо ценнее для индустрии сюжет аниме мейджор рассказывает нам историю хонды гора его отец восходящая звезда японского бейсбола да и сам мальчик без ума от этого спорта живут они себе счастливой жизнью да поживают он отец даже приударил за воспитательницей гора в детском саду все меняется когда отец гора получает сильную травму во время матча к сожалению оправиться от нее не удалось и отец умирает дома прямо на глазах своего сына ну ничего себе завязочка для спортивного аниме а дальше воспитательница берет гора под свою опеку потом к девушке подкатывает лучший друг отца и вот уже наш герой не гора хонда а гора шигена но эта история не о семейных перипетиях у нас тут вообще-то спорт именно поэтому гора легко принимает свою новую семью и начинает свой путь главной бейсбольной лиги мейджор думаю не будет спойлером что он все-таки достигает этой лиги однако на пути к ней он сменит несколько команд преодолеть десятки матчей даже встретит свою собственную любовь опять занесло в личную жизнь но что ж ты будешь делать впрочем а вот нет в том-то и дело что авторы сериала рассказывают про людей и их успехи в спорте не отрывны от их личностей трудности и упорство в их преодолении тяжкий труд изо дня в день но все это ребят не освобождает от жизни а жизнь в свою очередь это столкновение с другими людьми сам же гора добр прямо линеен и целеустремлен в его жизни нет ничего важнее бейсбола поэтому он и выкладывается на все 100 или даже 200 процентов само собой на пути к вершине гора встретит не только сильных противников но и приобретет много верных друзей готовых прийти на помощь в любую минуту может за вот это вот жизненности стоит смотреть мейджор а вот за что еще нужно обязательно смотреть этот сериал так это собственно за сам бейсбол игры представлены подробно ярко захватывающе причем не только как зрелище в полной мере представлена и интеллектуальная составляющая бейсбола если кто-то по недоразумению думал что в этой игре нужно только битком по мячику лупить вас ждет много интереснейших открытий в целом мейджор за все пять сезонов рассказывает нам весь жизненный путь город самого детского сада до ухода в отставку школьные турниры международная арена игры тренировки снова игры разумеется при таком режиме не мудрено получить и травму с чем город тоже справляется достойно и все вместе дает потрясающую жизнеутверждающую историю она прямо мотивирует меня все же нужно дать открыть искусство сна нельзя прятать от людей словом мейджора вдохновляет ребят возможно вдохновлять даже больше других спортивных аниме поэтому не стоит откладывать в долгий ящик есть смысл порадовать себя просмотром и на этом мы заканчиваем подборку самых заметных спортивных аниме с вами был анкорд и хорошего вам аниме и и Продолжение следует...